И вот в конце 18 века такой чудак как Фрэнсис Лаудс изобрел первый спортивный тренажер. Это был древний-древний прототип современного велотренажера. Он обладал кучей маховиков, ручек, рычагов и использовал во время движения не только педали, но и всевозможные рычажки, которые задействованы были при помощи рук. То есть он задействовал практически все группы мышц. Но этот тренажер почему-то не пошел в ход. Видимо, они подумали, да ну нафиг надо, мы и так красавцы. И вот лишь в начале 80-х годов 20 века появился современный прототип магнитного велотренажера. Он уже имел стальной маховик, он уже имел внешний вид, похожий на стандартный классический велотренажер. Это был велотренажер вертикального типа. И с этого времени вошел велотренажер в нашу бытность и в спортивные секции, в спортивную индустрию он вошел уже именно в таком виде. Хотя интересная задумка именно с действием рукояток, то есть с использованием рук во время тренировки на велотренажере. Это именно не орбитрек, а есть велотренажеры на воздушном сопротивлении, аэробайки, которые используют как раз воздушное сопротивление в своей системе нагружения. И там как раз работают не только ноги, но и руки, верхний плечевой пояс включаются хорошо. И вот теперь, когда мы выяснили, как появился велотренажер и благодаря кому, я назову 5 причин, зачем нужно купить велотренажер. Итак, первая причина. Совершенствование и поддержание в хорошей форме вашей сердечно-сосудистой системы. Главным образом это будет благодаря тому, что ваше сердце постоянно находится в работе, в интенсивной работе, большой прилив крови. И благодаря этому сосуды становятся более укрепленными и сердце тренируется гораздо лучше, чем вообще без тренировки. Вы сможете проходить больше дистанции, вы сможете заходить на второй и третий этаж по ступеням без отдышки. В целом это в общем хорошо скажется на ваше состояние. Это впоследствии скажется на уменьшение риска заболевания опорно-двигательного аппарата. Поэтому не пренебрегайте этим. Пользуйтесь велотренажером и укрепляйте свое сердце, свои сосуды и в целом свое здоровье. Вторая причина это тишина во время работы велотренажера. Если вы хотите заниматься спортом, то скорее всего вы живете либо в квартире, либо в доме. И у вас естественно есть дети, семья, соседи, которые не совсем, которым не совсем нравится, когда вы бегаете, к примеру, на беговой дорожке, тарахтите, шумите, либо занимаетесь на механическом орбитреке, который имеет цепной привод, который тоже шумит при работе. Поэтому магнитный, именно магнитный велотренажер, он абсолютно бесшумен. Он не имеет никаких звуков. И вы можете заниматься в любое время дня и ночи и с любыми соседями. Третья причина это, больше наверное актуально для женщин, это большая нагрузка на ноги, на нижнюю часть тела, то есть ягодицы и бедра. Именно на велотренажере максимально задействованы эти мышцы. Потому как многие девушки, женщины хотят избавиться от целлюлита, я именно рекомендую велотренажер. Вообще, что такое целлюлит? Целлюлит это подкожные жировые отложения, которые присутствуют у 90-95% наверное женщин. Это запасается организм на будущие роды и впоследствии на кормление грудью. То есть это нормальный биологический процесс. Но от этого можно в принципе избавиться. Я имею ввиду от целлюлита. Каким образом? То есть вам нужна интенсивная нагрузка в течение дня, буквально в течение получаса, от получаса до часа ежедневно. И желательно заниматься в режиме, то есть если вы хотите по большей части нагрузить ягодичные мышцы, в режиме, то есть не на сидении. А вот так, чуть наклоненными и попу оттаращиваем назад. То есть в таком режиме у вас максимально задействованы ягодицы и задняя поверхность бедра. Четвертая причина, почему следует купить велотренажер и сравнивать это с остальными тренажерами, это минимальное потребление электроэнергии. То есть можно сказать вообще не потребляют. Потому что если брать магнитный велотренажер, у него нет питания от сети, там только две пальчика в батарейке. Причем монитор тухнет через три минуты, когда вы перестаете им пользоваться. И соответственно у вас никаких расходов на электроэнергию. Если вы берете электромагнитный тренажер, вот к примеру как эта модель, то здесь да, он питается от сети, но опять же он питает монитор, который берет там совсем мало энергии и электродвигатель, который приводит в действие пластину с магнитами и регулирует нагрузку. Это минимальное потребление. То есть здесь, если сравнивать с беговой дорожкой, которая потребляет там полтора-два киловатта, ну не сравнить эти расходы. Вы практически их не почувствуете. Пятая причина это в том, что нет ударных нагрузок на суставы. То есть велотренажер максимально безопасен для людей с проблемами, а особенно с проблемами со спиной, с опорно-двигательным аппаратом. То есть если вы можете просто сидеть, то вы также можете спокойно заниматься на велотренажере и тренировать свое сердце. Чего нельзя сказать о беговой дорожке. То есть когда вы занимаетесь на беговой дорожке, там присутствует ударная нагрузка на суставы в любом случае. Естественно, чтобы это не было вешалкой, нужно все эти факторы учитывать. Нужно понимать, для чего вы берете тренажер и будете ли вы на нем заниматься. Это уже зависит лично от вас. Я надеюсь, вы все-таки целеустремленный и нацеленный на достижение своих целей человек. Неважно, мужчина вы или женщина. Я всегда с вами и подскажу, и помогу при выборе велотренажера. Поэтому обращайтесь к нам в магазин Мускулшоп. Все ссылочки будут внизу под описанием. Пользуйтесь промокодом. На этом все. До связи.